Электроскутерист наехал на мальчика в центре Москвы на глазах его отца. Эти страшные кадры зафиксировала камера наружного наблюдения. Удар был такой силы, что у пострадавшего начались судороги. Вижу, как он летит спиной назад и головой бьется об асфальт, а сверху на него падает самокатчик. 13-летний подросток попал в больницу с тяжелейшим сотрясением мозга. Травма настолько серьезная, что он даже на время потерял память. Вот сегодня утром он пишет. «Привет, почему я в больнице? Подскажи, пожалуйста. И почему у меня болит голова и нога?» Владельцы подобных средств передвижения часто маневрируют на больших скоростях и представляют реальную угрозу как для пешеходов, так и для водителей. Максимальная скорость до 70 км в час. Запас хода у него порядка 80 км. А это кадры из северной столицы. Машины едут на зеленый сигнал светофора. Неожиданно на пешеходный переход на большой скорости вылетает парень на самокате. Водитель Мерседеса даже не успевает среагировать. В последнее время творился беспредел. Многие люди выезжают на арендованных самокатах на дороге общего пользования, где передвигаются машины без шлемов, без защиты. Многие самокаты разгоняются до 80-100 км в час. Парадокс в том, что такие лихачи даже не считаются участниками движения. Формально они просто пешеходы. На сегодня электросамокаты и гироскутеры по сути вне закона. Пока правилами дорожного движения не предусмотрено наказание данных участников дорожного движения. Впрочем, это не помешало, например, руководству Центрального парка культуры и отдыха в Петербурге запретить электросамокаты и мотоколеса. Кататься там можно только на велосипедах со скоростью 10 км в час. Нарушителей этого режима будет ловить патрульная служба парка. Некоторые инспекторы ДПС тоже придумывают свои способы наказания. Так, на севере Москвы 17-летнего Матвея полицейские оштрафовали на 250 рублей. Подросток проехал на самокате по зебре на разрешающий сигнал светофора. В протоколе было указано, что я совершил нарушение правил движения на велосипедах и мопедах. В пояснении было указано, что я управлял самокатом. Матвею в итоге удалось обжаловать штраф. Однако скоро избежать ответственности уже не получится. Минтранс готовит масштабные изменения в правила. Электросамокаты, моноколеса, скейтборды, гироскутеры и даже роликовые коньки можно будет использовать, но с ограничениями. Предусматривается введение пятой категории участников дорожного движения. Это так называемые лица, использующие средства индивидуальной мобильности. Передвигаться на самокатах нужно будет только по велополосе. Выезжать на тротуар можно, но только если не создаются помехи для пешеходов. Максимально допустимая скорость 20 км в час. Кроме того, для владельца такого транспорта введут новые знаки. Пьяным кататься запретят. Правда, пока к правилам есть немало вопросов. Непонятно, кто и как будет контролировать их соблюдение. И как спорные ситуации будет трактовать суд. Раз нет транспорта, значит никакой повышенной ответственности нет. Соответственно и суды назначают компенсацию, исходя из того, было ли средство повышенной опасности или же просто человек толкнул человек. В этом случае ответственность в 4 раза меньше, чем ответственность водителя. Когда нововведение вступит в силу, пока неизвестно. Минтранс изучает поступающие замечания и предложения. Проект документа уже находится на обсуждении в правительстве. Насколько эффективными окажутся поправки, будет известно еще не скоро.